Моя проблета Беги к Богу всегда Он любящий отец Беги к Богу всегда Он любит тебя, как любящий отец Библия говорит в Матфея 11, глава 28 стих Все предано мне отцом моим И никто не знает сына, кроме отца И отца не знает никто, кроме сына И кому сын хочет открыть Наше познание Бога всегда приблизительное Да, как бы мы ни читали Какие бы вы не закончили Какие труды бы ни читали Нечего бить себе в груди, что я знаю Бога Такого нет по отношению к Богу Заметите великое приглашение Придите ко мне Мне нравятся эти фразы Первое Придите ко мне Два Все Притом Неважно в каком положении ты Ты Труждающийся и обремененный Результат один и тот же Успокою вас Заметите, что Надо всегда Бежать К Богу Библия говорит здесь Придите ко мне Все Тут не говорится Придите ко мне Когда у вас все хорошо Тут не говорится Придите ко мне Когда у вас деньги Много Или когда все ваши вопросы решены Вопрос такой Придите ко мне Все Труждающиеся и обремененные И я успокою вас Неважно в каком ты положении Неважно в каком статусе В каком яме Или на какой горе Если ты прибегаешь к Богу Конечный результат Это покой В любом случае Потому что многие люди думают Что если я побегу к Богу Он создаст в моей жизни Большое замешательство Ничего подобного Да, если Бог включился в твою жизнь И результат Кажется замешательство Переживи его Это замешательство Потому что в конце его Покой Дай надо Чтобы убрать опухоль Нужно замешательство такое Дай надо Чтобы убрать в твоей жизни Ненужные вещи Нужно немножко шторму Но в конце Когда все закончилось Будет Покой Поэтому Никогда не убегай от Бога Потому что Покой В Боге Решение В Боге Исцеление В Боге Подъем В Боге Восстановление В Боге Если убегать Пожалуйста Но пойми Ты убегаешь От покоя От решения Поэтому Библия говорит Придите ко мне Все труждающиеся И я успокою И обременен И я успокою вас Даже если ты в яме Перебирайся в направлении Бога Даже если ты раздражен Двигайся в направлении Где Бог Даже если ты находишься В большой славе Больше денег чем надо Успех больше чем ты мечтал Делай движение В направлении Бога Пожалуйста Даже если Ты женился На ту На которой ты мечтал Жениться С самого Первого класса В школе На нее женился Все равно Двигайся к Богу Потому что Если убегать от Бога И даже мечта жизни Может превратиться В ад Жизни Как важно Чтобы мы всегда шли к Богу Даже если ты в поражении Ты вытру Свои глаза Начинаешь видеть Двигайся пожалуйста В направлении Бога Даже если тебе больно Ты в боли Тебе кажется Конец жизни Как только ты можешь Хоть сантиметр двигаться Двигайся в направлении Бога Что хорошее о Боге Это то Что когда мы двигаемся К Нему Он обязательно Придет В наше направление Он сказал Приближься ко мне И я приближусь к вам Поэтому Даже иногда у нас силы Не хватит Большое расстояние Преодолевать Он Нам Нас Встретит И поэтому Он сказал Придите ко мне Всегда можно прийти Второе Он дает покой Означая Все что напрягает тебя Все что заставляет тебя Трудиться Обременяться Он дает решение Он дает покои Он Даст Выход Конец Прихода Богу Это решение Это покой Это чтобы Все стало Как должно быть Он освободит От того Что тебя Обременяет От того От чего Ты так Трудишься Он снимет Боль Напряжение Проблемы Он исцелит Он Берет Зависимость Он много Чего Сделает Только Не убегай От Бога Да иногда От некоторых людей Надо убегать Да от некоторых знакомых Надо убегать Порой От самого себя Надо убежать С большой скоростью Но От Бога Ни в коем случае Хочешь Сам себе Приговор сделать Принимай решение Убегать от Бога Это называется Сам себя Приговорил На смерть Сам себя Приговорил На страдания Сам себя Приговорил На длительное Мучительное Время Потому что Без Бога Мы не приспособлены Жить От Бога Нельзя Убегать Поэтому Всегда Хочешь благо Хочешь Будушность Хочешь Продолжительность Беги Беги К Богу Хочешь Неизвестность Хочешь Хаос Путаница Убегай От Бога И поэтому Я всегда С большой Боли В душе Смотрю На людей Которые Ко мне Приходят И принимают Решение Ухожу От Бога Потому что Моя работа Не позволяет Быть с Богом Я собираюсь Выходить замуж За неверующего Это не поможет Не позволяет мне Быть с Богом Я собираюсь Жениться На неверующих Я собираюсь Воровать Я собираюсь Что Я собираюсь Что Вы не представляете Сколько причин Мне дают люди Почему они хотят Ути от Бога Это как будто Уважительные причины Скажите мне Может ли быть В этой жизни Что-нибудь Что уважительное Настолько Что стоит Терять свою жизнь Такого нет Поэтому Когда все Закончено Я выбираю Бога Когда все Определится Перевернется Перекрутится Сгорит Я выбираю Бога Самое первое Что бывает Что мешает Человеку Что помогает Ему уходить Удаляться И бежать Не в ту сторону Иякова Четвертая глава С первого стиха По четверти Откуда у вас Вражды И распри Не отсюда ли От вожделения Ваших Воюющих В членах Ваших Желайте И не имейте Убивайте И завидуйте И не можете Достигнуть Перепирайтесь И враждуете Не имейте Потому что Не просите Просите И не получайте Потому что Не просите Что просите Не на добро А чтобы Потреблять На ваше Вожделение Прелюбодеи Прелюбодейцы Не знаете ли вы Что дружба С миром Есть вражда Против Бога И так Кто хочет Быть другом Миру Тот Становится Врагом Богу Этот текст Не нуждается В объяснении Мне кажется Оно такое Четко Ясно Но чтобы Остаться мне Не остаться Без работы Объясню Вы согласны Чтобы я Объяснял Знаете И смотрите У каждого человека Все мы Если Внутри нас Разные Вожделения Желания Стремления Глубокие Которые мы Никогда не уберем По тем причине Что мы человеки Вы меня слушали Да И поэтому Они всегда есть Теперь Это первая Истина Которую надо понять Второе Эти вещи Когда Мы В дружбе С Богом Они Подавлены Они Не проявляются Зависть Способна Завидовать Оно в каждом Человеке Вы понимаете Эти Вожделения Стремления То ли это Финансовый Сексуальный То ли что-то Все что здесь Перетислено Оно в каждом Человеке Оно живет Но Оно Когда мы В присутствии Божьем Мы с Богом Оно Подавлено Оно Не Кричит Громко Оно Не Диктует В жизни Оно Тихо Себе В пленную Сидит Побежден И мы Двигаемся В жизни Правда Здорово Было бы Если бы Так всегда Жили Но вот Когда возникает Проблема Это то Здесь Яков Что Яков Пытается Объяснять Когда Ты Начинаешь Дружить С миром В это Время Вот эти Вещи Которые Все время Были в плену Пойманы Например Во время Второй Мировой Войны Представьте Себе Красная Армия Поймала Немцев Это Называется Поймала Забрали Сто Немцев В плену Закрыли Победа Что такое Дружба С миром Это Как будто Вдруг Немцам Отдали Оружие Покормили Ожили Взяли Оружие Вместо Того Чтобы Быть В плену Они Восстали И забрали Своих Завоевателей В плену Вы меня Понимаете Как это Произошло Потому что Немцев Тайно Им дали Еду Тайно Покормили Тайно Дали Оружие Тайно Они Восстановились И Дошли До Поворотного Момента Когда Сили Немцев Стало Больше Чем Красной Армии Когда Они Смогли Себе Сказать Ага Слушайте Вася Что Ты Хочешь Вася Думаешь Что это Такое Как Это Немец Со мной Так Разговаривает Я же Могу Его А не Зная Василий Что Оказывается Немцы Сгруппировались Вы Меня Понимаете Да Вот Поэтому Библия Дружба Смиром Суть Вражда Против Бога Метод Как Оживляются В нас Все Что Воюет Против Бога Это Называется Дружба Смиром Это Я не говорю Что Не общайтесь С людьми Которые Не верующие Я не говорю Что Не ходите В ресторане Не кушат Я не говорю Что Не ходите На улице Где неверующие Ваша семья Собралась Пожалуйста Я только Имей ввиду Главное Не Дружите С миром Потому Что В глазах Божьих Дружба С миром Суд Дружбы С миром Это Вражда Против Бога Щупалцы Которые В мире Ничего Общего С Богом Не имеют И вот Поэтому Библия Говорит И здесь Откуда У вас Распри Откуда У вас Вражды То есть Люди Которые Мирно Живут Да Улыбаются Доброе утро Как делишки А вечером Ссорятся Бьются Откуда Не может Жить Само собой Просто Да Невозможно Чтобы Утром Она сидит Берет кашу Да Кормит его А он берет Что берет Творог Ее кормит Хи-хи-хи А вечером Теми же Ложками Бьют Друг 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 Такое Не бывает Это Это В Москве В Украине Такого Не бывает Правда Жи Здесь Друг Друг Кормят Когда Зли Они Кормят Быстрее Только Не бывает Откуда Яков Откуда У вас Эти Распри Войны Он Говорит Потому что Вы Желаете А желания Ничего плохого Нет Но Вот Они Желают Желают И не имеют Желают Не имеют Потому что Они просят Не на добро Откуда Не добро И добро И что Шупал Цемира Принесли И После Этого Уже Человек Удаляет Убегает От Бога И поэтому Вот как Написано В Библии 12 главы К римлянам Первый Второй Стих Послание К римлянам 12 Халлилуйя Кто еще Со мною Перец Съедобный Не слышу Вот Написано Вот как Первый Второй Стих Итак Умылаю вас Братья Милосердием Божьим Представьте Тела Ваши Жертву Живую Святую Благоугодную Богу Для разумного Служения Вашего Второй Стих Слушайте Внимательно И не Сообразуйтесь Веком Сим Но Преобразуйтесь Обновлением Ума Вашего Чтобы Вы Чтобы Вам Познавать Что Есть Воля Божия Благая Угодная И Совершенная Заметите Павел Говорит Не Сообразуйтесь Не Стремитесь Быть Похожи Вот Людей Божия а их, открытие технологии, оно не им принадлежит. Это Бог дает открытие. И мы будем использовать абсолютно все. Мы используем в Фейсбуке, мы используем все, что есть на Земле. Будем использовать. Все технологии, какие есть, будем использовать. Но можно использовать технологию, можно быть развитым, Можно быть очень умным, мудрым, и при этом не дружить с миром. Можно. Скажи да, амин. И потому что христиане боятся эту границу, они в общем выкинули все. Вдруг мы будем похожи на мир. Выбросили ребенка вместе с грязной водой. Зачем же? Надо было воду выбросить, а этот ребенок, он будущий олигарх, он нам нужен. Скажи да, амин. И поэтому, как мы можем избегать это? Написано, не сообразуйтесь, не стремитесь, не надо сидеть, планировать быть похожи на мир. Нет, думайте, мыслите, как привлечь мир, но не быть похожи. Поэтому написано, не сообразуйтесь веком Сим. Суть того, что мы делаем, мы не хотим быть похожи. Мы там были когда-то, и оттуда ушли. И пытаться вернуться туда, не мудро. И поэтому Библия говорит, не сообразуйтесь веком Сим, но преобразуйтесь обновлением мышления, ума вашего. Получается, через наш ум мы можем стать ближе к Богу или дальше от Бога. В зависимости от того, что у тебя в уме, корми твой ум правильной информацией, правильными вещами, правильными голосами. И ты увидишь, как легко всегда бежать в сторону Бога. Будешь кормить себя ненужными вещами, логикой мирской. У мира есть своя логика, у Бога своя логика. Будешь кормить себя мирской логикой. Неважно, в каком виде оно смаскировано, чем, как, когда приходит проблема, кризис, ты будешь бежать от Бога. Поэтому следи за тем, что приходит в твой разум. Номер два. Как люди, что убегают от Бога. Матфей, 15 глава. Библия говорит, тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят. Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб? А он же сказал им в ответ. Зачем вы приступаете к заповеди Божьей ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитая отца и мать, и злословящий отца или мать, смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу и матери, дар Богу, то чем бы ты от меня ползывался? То есть, то, что я мог бы тебе дать, я мог бы тебе дать, как папа, мама, я даю Богу. Поэтому и такой человек может не почитать отца и мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Лицемерие. Хорошо, пророчество о вас Исаии, говоря, приближаются ко мне люди с устами своими, и ждут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно ждут меня, уча учением, заповедям человеческим. Второй метод, как люди убегают от Бога, это через религии и традиции. Религия и традиция способны оккупировать душу человека точно так же мощно, как Бог оккупировал бы твою душу. Смотрите, традиция, когда она находится долго, превращается в религию. Религия сразу не приходит. Сначала это традиция наша. Когда традиция идет от одного поколения в следующее. Где-то на третьем, четвертом поколении традиция превращается в религию. Уже начинает поклоняться. Уже это вера наших отцов. Так. Мне нравится, как Ренет Бонгер говорит. Возраст лжи не превращает его в истину. Яд был ядом две тысячи лет тому назад, и потому что ей два тысячи лет, не значит, что яд уже лекарство. Яд остается ядом. Лекарство или истинно, потому что ей два дня, не делает ее лёжью. Она истинна. Лекарство, потому что его обнаружили позавчера, не значит яд. Лекарство. Правота не меряется годами. Поэтому сказать, что наша традиция четыре тысячи лет, пять тысяч, поэтому она права. Ничего подобного. Это надо посмотреть. Как она держалась? Она стала традицией, которая превратилась в религию. Традиции. Иисус, они пришли к Иисусу и говорили. Вот Иисус, ты начинаешь движение, которое, первое, пренебрегает традиции отцов. Притом, смотри, каких традиций отцов? Еврейских. Что же говорить об украинских? Вы понимаете? Еще хуже, если было бы с украинскими отцами. С русскими отцами. С африканскими отцами. С американскими отцами. С английскими отцами. Еще хуже. А еврейские, они более-менее недалеко. И то они начали жаловаться. Пренебрегаешь высказывания старцев. А Иисус говорит, а вы пренебрегаете Божие ради традиций. Заметите, что когда традиция живет, легко Божие пренебрегать ради традиций. И поэтому получается так. Во всех веках борьба между Богом и истиной Его, с традициями и религией, это борьба, которая вечная и никогда не заканчивается. Как на уровень государства, как на уровень стран, как на уровень личности. Когда ты дома сидишь в диване, эти две вещи в тебе тоже борются как будто. Не, стоп. Это не Бог воюет. Это твоя душа борется. Куда прилепиться? К Богу или к привычному? К Богу, к традиции. К Богу, к религии. К Богу, к общепринятой. К Богу или к... Вы понимаете, это борьба постоянная. Но, если мы хотим Божию полноту в жизни, надо бежать не к традиции, а бежать к кому? Надо не к религии, а бежать к кому? Скажите, к Богу? Я не слышу? Я не слышу? Я не слышу? Оно имеет влияние на уровень земли, когда земля заканчивается, и влияние традиции заканчивается. Оно не спасет тебя в той жизни, не поможет тебе в духовной борьбе, не поможет тебе победить наркотиков, рак, болезни. Не поможет, поэтому прими решение с Богом или с традициями, с Богом или с преданиями отцов. Ничего против не имеют предания, ничего против не имеют традиции, но они не спасают. Скажи да, амин. Страны мира услышали благую весть через его служение. Каждая проповедь старшего пастора Церкви Победа открывает новые грани бесконечной личности Иисуса Христа и дает практические советы для ежедневного хождения с Богом. А помазание на достижение народов оказывает влияние на миллионы людей. Приглашаем вас стать участником большого излияния славы Божьей на конференции Церкви Победа и наполнится вся земля славой Божьей в Киеве с 1 по 4 мая. Придите и примите силу для чудес на вашем пути с Господом. Примите чудо исцеления и прорыв для служения. На конференции в Украине с 1 по 4 мая в Киеве, Браворской проспект 15. Подробная информация по телефону 044-501-69-34 или на сайте victorichoch.org.ua Христианская Церковь Победа приглашает всех желающих на богослужения, которые проходят в воскресенье в 10 и в 14 часов, а также в среду в 19 часов. Ожидаем вас по адресу Киев, улица Оранжерейная, 3, недалеко от станции метро Дорогожичи или Шулярская. Пишите нам по адресу 01001 город Киев, абонентский ящик 53. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова